Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа «Точка зрения». С вами я, Светлана Мелешко. Сегодня наш гость Юлия Ремзина, клинический психолог Липецкой областной психоневрологической больницы, специалист проекта «Психосоциальная реабилитация инвалидов. Псих-проект благотворительного фонда сохранения нации и развития гражданского общества». Здравствуйте, Юлия Александровна. Спасибо, что пришли. Проект действительно интересный. На мой взгляд, и вы нам сегодня расскажете о нем, а что такое вообще психосоциальная реабилитация? Реабилитация в нашем русском языке имеет два значения. Первое значение для слуха более привычное – это восстановление прав, прекращение дискриминации. И действительно, психически больные в нашем обществе исторически в роли изгоев. То есть над ними насмехаются, про них сплетни разные, нежелательно они для трудоустройства считаются как неадекватные, непредсказуемые и так далее. Но все это не соответствует реальности. Это больше мифы, которые формируются в том числе и телевизором. То есть тема психических расстройств возникает чаще всего в сериалах, в каких-то криминальных сюжетах или в новостях. То же самое в каких-то сюжетах, связанных либо с криминалом, либо с пожаром в каком-нибудь психоинтернате и соответствующие кадры какие-то не очень красивые. На самом деле большинство подавляющее психически больных – это ни в чем не повинные, тихие, спокойные, внешне ничем не отличающиеся и по поведению не отличающиеся люди. И которые в одиночестве чаще всего вынуждены справляться со всеми тяготами, которые на них заболевание накладывает. Почему это касается всех? То есть зрители могут сказать, что это какая-то отдельная каста, нам до этого дела нет. Все мы знаем примерно порядок действий при каких-то общих заболеваниях, при гриппе, при сахарном диабете. Но вот если представить себе, что ты будешь делать, если вот с тобой случится такая неприятность, и ты почувствуешь, что необходимо психиатру. Большинство людей, с которыми я работаю, начинают с того, что в такой ситуации чувствуют полную беспомощность. И полную дезориентировку. То есть к психиатру страшно, к психиатру это на всю жизнь и себя, и семью, как бы навлечь на себя позор. Из-за этого мы имеем большие социальные проблемы. То есть из-за таких легко поддающихся на самом деле лечению расстройств, как депрессии, тревожные и другие эмоциональные состояния, люди не идут лечиться, пытаются справиться сами. При этом не справляются со своей жизнью, теряют работу, влезают в долги, разрушаются семьи, дети получаются в ненормальном состоянии, в котором они могут спокойно развиваться. Опять же наркомания, алкоголизм, все это имеет в основе вот нелеченные какие-то эмоциональные нарушения. Еще раз повторю, лечиться все это легко, но социальные последствия нелеченности, да, этих состояний очень большие. Поэтому нам всем необходимо формировать адекватное восприятие и психиатрии, и психических расстройств, и психического лечения. Это как бы первое значение реабилитации, восстановления научно обоснованных каких-то представлений в обществе. Они основаны на том, что наш мозг – это огромная, сложнейшая химическая лаборатория. Ни у кого не вызовет сомнений, что, допустим, расстройство щитовидной железы надо лечить, да, соответствующие медикаменты принимать и лечиться у врача, самолечением не заниматься. Сахарный диабет никто самолечением не будет заниматься и не будет ждать, что он сам пройдет. Вот. Наш мозг – это еще гораздо более сложная химическая, да, вот лаборатория, и вся наша психика, все наши эмоции, все наше поведение – это сложный оркестр. И если в нем происходит какой-то сбой, то и лечить, соответственно, нужно, как все остальные заболевания. Это отличается от каких-то таких временных состояний, да, у всех может быть плохое настроение. Отличие в том, что человек не справляется со своей привычной жизнью. То есть если мы хронически не можем справиться с обычными нагрузками, значит, уже произошел сбой на уровне биологии, и это требует лечения. Это получается, что человек может ощущать себя как-то не очень хорошо, и таких людей становится, получается, все больше, каждый подвержен. Любой человек на какие-то, да, внешние сложные ситуации, хронические нагрузки может получить сбой вот саморегулирующейся этой химической лаборатории, То есть организм перестанет справляться, поэтому это касается каждого. Но вот как можно сравнить с землетрясением, да, может быть, какие-то легкие внешние повреждения, когда, в принципе, достаточно кратковременного какого-то лечения, пару бесед с психологом, и человек само подстраивается, ставит какие-то задачи себе конструктивные и начинает заново справляться с жизнью. Но так же, как землетрясение, психические расстройства могут повлечь и глубокие, серьезные разрушения, когда нужно восстанавливать все психические процессы, перестраивать, то есть настраивать весь этот оркестр заново. И здесь уже мы должны переходить ко второму значению слова «реабилитация», это именно восстановление, возвращение возможностей и компетенций, да. Это и внутренние психические сами функции восстанавливать, да, выстраивать их заново. И внешние связи разрушены, то есть нужно заново человеку возвращать доверие к людям, да, способность вот контактировать, способность справляться и с бытовыми какими-то задачами, и с трудовыми своими задачами, в каких-то случаях перестраивать трудовой маршрут, да, то есть какие-то психические процессы могут быть так разрушены, что нужно будет менять там профессию на что-то, перестраиваться на другое. То есть здесь уже требуется комплексная глубокая помощь, да. Вот именно это как раз мы и говорим, вот о программе реабилитации, да. О программе реабилитации. Как она вообще строится или, наверное, каждому все равно подход индивидуален, но, наверное, есть какие-то общие методики. Подход индивидуальный. Первая стадия реабилитации – это в групповых процессах восстанавливаются в зависимости от индивидуальных, да, картина какая, вот что нарушено. Первая задача – адаптировать в среде людей с таким же жизненным опытом. То есть лечебная группа, она сама по себе лечебная. То есть здесь как раз и общение восстанавливается, да, доверие к своим реакциям эмоциональным, способность проявлять свои реакции, как бы в зеркале друг друга, да, перепроверять адекватность своих ощущений, своего поведения, то есть перенаучиваться общению. Помимо этого в арт-терапии, в двигательной терапии, в занятиях по драмотерапии, в кукольном театре. То есть это уже детали, да, это то, что помогает восстанавливать отдельные какие-то функции. И внимание, и память, и какие-то отдельные навыки, которые пригодятся в дальнейшей жизни. Плюс, конечно же, необходимо в программе обязательно вводить навыки социальных каких-то взаимодействий и по общению, и по каким-то выполнением отдельных функций. То есть, допустим, даже бытовые навыки при сильных, да, расстройствах глубоких нужно восстанавливать, потому что у нас количество инвалидизаций вследствие психических расстройств, в том числе из-за того, что помимо медикаментозного лечения, нужна вот эта восстановительная терапия. Без нее люди, как бы, получают таблетки, но не перенаучаются жить, да, вот заново не перенаучаются. Огромная нагрузка на семьи, то есть в доме беспомощный человек, который не может собраться, сообразить, как что делать, и без специалистов, то есть этому сложно в семье обучать, да, то есть без специальных каких-то навыков, знаний. Мне легче сказать, ну вот есть у нас беспомощный, и мы за него все делаем. Соответственно, и социальная нагрузка на семьи, то есть вынуждены оставлять работу как-то, да, вот один человек беспомощный, и вокруг него, получается, привязана семья. Чаще всего это мамы. То есть это и эмоциональные нагрузки, и физические, и материальные дополнительные нагрузки. И социальное еще, как бы, бремя для всего общества, потому что инвалиды по психическим расстройствам, в принципе, могут работать, да, если они прошли революционную программу, то у них восстановлена и мотивация социальная, и мотивация к труду, и ощущение внутреннее, что я готов, могу быть адаптированным, полезным членом общества, прошедшие, да, реабилитационную программу. Но у нас это еще не так сильно развито, и в результате у нас огромное число инвалидов по психическим расстройствам. То есть они просто не знают об этом, и их родственники не знают о том, что можно так пройти программу, например. Да, и то, что у нас не так сильно это развернуто. И вот ПСИ-проект – это такой пилотный, как бы… Он уже идет, этот проект, да? Ну, наверное, можно включиться в него тем, кто с кого это заинтересует. Можно включаться, приходить. Где вообще это проходит? На Аксакова-4, это психонерологический диспансер, новое здание у нас открылось, красивое, и созданы условия для того, чтобы проводить такую работу. Она вообще длительно идет? Вот для одного человека надо тоже, наверное, по-разному. В принципе, нет предела совершенства, потому что даже после восстановления, да, требуется… Состояние может меняться, и в какие-то периоды жизни, даже после восстановления трудоспособности, требуется периодически помощь и психолога, и социального работника, где-то что-то подсказать, да, какие-то вопросы решать. В рамках нашего проекта работает юрист, который помогает решать и правовые вопросы, которых очень много, и социальную помощь при трудоустройстве, например. Но здесь требуется именно взаимодействие всех государственных структур, да, потому что у нас очень большие проблемы с трудоустройством инвалидов. А социальная нагрузка, то есть выплата пенсии, да, государство из бюджета тратит огромные средства. Но каждый инвалид без работы, да, он живет, в общем-то, в очень тяжелых условиях материальных. То есть нужно восстанавливать. Это не только проблема самих инвалидов и их семей, но и общесоциальная, да. Сейчас у нас программа вот импортозамещения, мы закупаем все равно по-прежнему ширпотреб за границей, хотя могли бы наши очень талантливые сограждане, да, если им создать условия, места трудовые, то они могли бы и игрушки делать. Причем классные игрушки. То есть это как раз, наверное, у человека, может быть, открываются какие-то другие таланты, если он не может в одной сфере работать до того. Да, да, да. То есть главная мотивация, когда у человека вот в реабилитационной программе восстанавливается мотивация, желание, то есть смысл жизни, это самое главное, да, желание чувствовать себя полноценным членом общества, здесь открываются внутренние ресурсы. Это главная задача нашей программы. То есть раскрыть то, что спало, да. В программе вообще вы, как психолог, уже видите результаты у некоторых людей? Конечно. Насколько они вообще значимы для них? Конечно. Вот этот проект у нас, пси-проект, идет с мая, но у меня некоторые участники уже многие-многие годы занимаются, и результаты просто феноменальные. Когда-то я пришла только в эту работу, со стороны врачей было такое недоумение, зачем ты вообще за это берешься. Это уже как бы дефектные, больные, то есть с ними бесполезные, конкретные, да, конкретные люди. Сейчас мы видим, что они восстанавливаются на работу, то есть стабильно работают, выходят замуж, женятся, причем вот продолжают, как бы вот внешне не скажешь, меняется внешность, то есть вот это клеймо какой-то вот изолированности внутренней, да, вот закомплексованности проходит. Осанка расправляется, эмоциональные реакции становятся живые, открытые, потому что человек ощущает себя внутри комфортно, у него есть место, куда он всегда может прийти, в круг своих друзей. Периодически у нас проходят всякие мероприятия, праздники. Очень хочу отблагодарить учреждение культуры Липецка, Липецкий драматический театр Толстого, Липецкий муниципальный театр на Соколе, за то, что принимают на благотворительной основе, вот группами туда ходят, театры, спектакли, выставки посещают. Все это вот как бы коллективно, и это дает ощущение, что ты не просто нормальный, да, еще и культурный человек, приобщенный вот к какой-то вот. Ну тема, да, это очень такая интересная, у нас три минуты досталось до конца эфира, просто хотелось бы конкретизировать, если вот что нужно сегодня делать здоровым людям для того, чтобы помогать, наверное, как-то взаимодействовать с другими людьми, не такими, как все, это тоже важно? Нужно воспитывать вообще во всем обществе, начиная со школы, культуру психического здоровья, то есть рассказывать подробно о том, как вообще психика, что это такое, как она работает, как она ломается, и как она восстанавливается, в чем проблемы людей, которые заболели, как реагировать, когда с тобой это случилось. То есть это культура, это задача просвещения, которой нужны и средствами массы информации, и в школе, и так далее. В том числе гуманистическую психологию продвигать, которая утверждает, что каждый человек индивидуален, и задача каждого развить свои таланты по максимуму. То есть вывод, который сегодня можно сделать, не нужно бояться задумываться о своем психическом здоровье, и куда можно обращаться для того, чтобы понять какие-то проблемы или как их решить? Где это проходит, эти проекты? Отношение должно быть как к любым другим заболеваниям, и у нас на Соколе, на Оксакова 5 есть психоневрологический диспансер, новое здание прекрасное, в котором вам окажут любую помощь. Любую помощь. Ну, понятно, если человек болен, если человек просто в чем-то сомневается, ему помогут, лично вы поможете реабилитироваться. Поможем. Поможете. Спасибо большое за интересную беседу, Юлия Александровна, за то, что вы пришли сегодня к нам на программу. Надеюсь, что изменится какое-то отношение к людям. И в жизни этих людей, о которых мы сегодня говорили, это была точка зрения Юлии Ремзиной, клинического психолога Липецкой областной психоневрологической больницы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова